МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомель. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Пандемия коронавируса. В регионе усилили меры профилактики и призывают к сознательному поведению местных жителей. Реальная эпидситуация на Гомельщине. Большое интервью в программе. Светлогорск химволокно в несколько раз увеличило выпуск материала для производства масок и одноразовой одежды. В Гомеле прошел предкастинг популярного во всем мире вокального шоу «Х-фактор». Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. На этой неделе правительство Беларуси поручило Минфину выделить из бюджета более 2 млн 350 тыс. рублей на мероприятие по предупреждению распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Эти деньги будут выделены из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Усиленные профилактические меры принимаются в эти дни и на местах, причем как государственными структурами, так и общественными организациями региона. На новый режим работы в связи с пандемией коронавируса территориальные центры социального обслуживания населения перешли примерно две недели назад. Тогда здесь временно отменили деятельность кружков, в которых занимаются в основном молодые инвалиды и люди в возрасте более 60 лет. Сейчас все 25 расположенных в Гомельской области центров начали оказывать еще одну услугу. Сюда может позвонить любой одинокопроживающий пенсионер и бесплатно заказать доставку домой продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. Если надо, социальные службы пригласят на помощь волонтеров, которых обязательно будет сопровождать работник центра. Это позволит избежать случаев мошенничества в отношении престарелых. Если не будет хватать специалистов наших, то мы, конечно же, наладили работу с волонтерами Белорусского республиканского союза молодежи и Красного Креста. Волонтеры этих организаций будут приходить к пенсионерам, к нашим, совместно со специалистами центра, опять же, для того, чтобы можно было проконтролировать, кто именно пришел. Медики рекомендуют особенно людям старше 60-ти сейчас избегать посещения мест массового пребывания. По этой причине в специализированных учреждениях, вроде домов-интернатов, сейчас введены карантинные мероприятия. У нас функционируют в области 14 интернатных учреждений, где проживают, соответственно, инвалиды и граждане пожилого возраста, в которых также сегодня обеспечены так называемые карантинные мероприятия, то есть определенно ограничен доступ для того, чтобы не было никаких внешних воздействий. И, соответственно, люди живут обычной жизнью, как и жили до, так скажем, эпидемии, и функционируют учреждения на нормальной основе. Кроме этого, у нас еще есть 9 отделений круглосуточного пребывания, в которых проживает около 260 граждан, где также разработаны мероприятия. Список услуг, оказываемых бесплатно, расширил и гомельский филиал «Белпочты». Жлобинский узел почтовой связи – предприятие региональное. В зоне его ответственности – Жлобинский, Октябрьский, Светлогорский и Рогачевский районы. Местное население постоянно обслуживает 111 объектов связи – стационарных и передвижных. Современная почта – это предприятие многофункциональное. Сегодня здесь можно без проблем приобрести те же продукты питания, при желании их даже принесут домой, причем доставка бесплатная. Правда, согласно правилам, сумка почтальона не может весить более 7 килограммов, а потому выполнить все заказы за один раз обычно не получается. В гомельском филиале ситуацию понимают и стараются поощрять работников. За счет прибыли предприятиям в качестве премии выплачивается 5% от общей стоимости заказа. Обязательное требование – использовать марлевые маски и перед встречей с человеком обрабатывать руки ДЭС-средством. Профилактическую миссию осуществляют сегодня и профсоюзные первички. Студенческие правкомы – не исключением, но учащиеся гомельского медицинского колледжа в эти дни посещают пенсионеров и ветеранов труда, которые когда-то работали в этом учреждении. Сегодня они, одетые в медицинские халаты и маски, стали гостями Светланы Бабковой. Разговор о прошлом и настоящем учреждении образования и, конечно же, о пандемии коронавируса. Вернее, о правилах профилактики. Так нужно и в это непростое время. В связи со сложившейся обстановкой мы чаще их посещаем, потому что, ну, чтобы они поменьше выходили из дома, потому что это, ну, небезопасно. Я знаю, что у них, конечно, есть и сыновья, дети, много родственников, но помощь окружающих, внимание их, я думаю, оно очень ценное. Для работников столовой агрокомбината «Новый путь» Добуржского района начало нового сельскохозяйственного года всегда напряженное время. Необходимо не только готовить блюда, но и развозить их по полям. Правда, перед тем, как налить суп в миску, человеку предлагают не только помыть руки, но и обработать их ДЭС-средством. Говорят, никто еще не отказывался. И все-таки самое верное средство и самое простое – соблюдать элементарные правила личной гигиены, нагородить себя и своих близких от массового скопления людей, избегать рукопожатий, постоянно мыть руки не менее 20 секунд, носить медицинскую маску, если есть респираторные симптомы, кашель и затрудненное дыхание. А еще следить за ситуацией только из действительно надежных источников. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гопанько, Евгений Макеенко. Новости недели. И в продолжение темы – наше большое интервью об эпидемиологической ситуации в регионе. Из первых уст мы узнали о реальной картине дня, случаях, о которых на уходящей неделе говорила область. Эпидситуация в регионе из первых уст. Какую оценку эксперты дают обстановке в Гомельской области и готовности медучреждений к возможным угрозам? Обстановка, в принципе, оценивается с уровня управления здравоохранения, с уровня госинодзора, как контролируемая и управляемая. По организациям здравоохранения, в принципе, на сегодняшний день, по учреждению госинодзора, все мы работаем в режиме повышенной готовности. А, значит, уже заранее были проведены перепрофилирования и были продуманы возможные развертывания конек в случае необходимости при различных ситуациях, значит, прорезервированы наличие средств индивидуальной защиты, лекарств, оборудование, десредств. Значит, решены вопросы информации дополнительного получения. Что касается госинодзора, то на сегодняшний день основные усилия, направленные в частности в Гомельской области, это на вопросы контроля на внешней границе нашего государства, значит, взаимодействия с другими областями по информации тех людей, которые прибывают к нам в страну. Перестроиться пришлось всем без исключения. Отраслям, сферам и организациям. Усиление дезинфекционного режима, проведение текущих уборок с дезинфектантами, оборудованию с антисептиками, средствами, дозирующими устройством для того, чтобы, особенно в местах большого скопления людей, это общественные места, это вокзалы, железнодорожные узлы, значит, где значительный поток пассажиров, можно было проводить и антисептику, но еще раз подчеркиваю, вопросы дезинфекции. По организациям образования тоже даны рекомендации, значит, усилены фильтры при приеме детей утренние, значит, тоже увеличенное время пребывания на свежем воздухе, изменены режимы проветривания и режимы проведения уборок. Один из наиболее распространенных вопросов на горячей линии медучреждений, как и где можно сдать тест на коронавирус. Первое, всем ли этот тест действительно необходим? Второе, в каких случаях его действительно делают в Гомельской области? Все. Обследование проводится в нескольких лабораториях республики. Главное учреждение находится в Минске, это республиканский центр микробиологии и эпидемиологии. Значит, в Гомельской области такие исследования тоже производятся, но на сегодняшний день обследованию подлежат только те лица, у которых заподозрен возможный случай коронавирусной инфекции. На сегодняшний день подлежат обследованию те люди, которые вернулись из неблагополучных стран. Этот список утверждается Министерством здравоохранения. На сегодняшний день это восемь стран. Это Италия, Испания, Германия, Польша, Чехия, Южная Корея, Иран. Значит, если человек возвращается из этой страны, значит, и у него появляются клинические проявления, то он подлежит обследованию на коронавирус. Сплошного обследования на сегодняшний день не предусмотрено. То есть просто человек прийти на сегодняшний день и обследоваться, таких показаний нет. Мы работаем в первую очередь на выявление возможных рисков, связанных с определением возможности заноса вируса с предельных стран к нам, на нашу территорию. Как медики оценивают сегодня состояние первого зараженного коронавирусом жителя Гомельской области? Заболевание у пациента протекало в легкой форме, и на сегодняшний день он, в принципе, готовится к выписке. На неделе. Санслужба объявила о втором случае коронавируса в Беларуси. Я про жительницу Житковического района. Буквально через несколько дней пришла официальная информация о том, что это не COVID-19. Как объяснить ситуацию и почему для экспертов она не выглядит парадоксальной? Я хочу сказать, что мероприятия начинают проводиться при регистрации вероятного случая. Вероятный случай – это если есть показания, значит, медики начинают работать. Но для того, чтобы окончательно определить, есть ли там РНК вируса, значит, необходимы подтверждающие тесты. На это нужно время. Ну и система тестирования, она многоступенчатая. Сначала самый простой, что-то вроде экспресс-теста, потом более реальный к жизни, но требующий большего времени. Все верно? Да, верно. И для того, чтобы получить объективную информацию, тестирование проводится на различных тест-системах. То есть, если бы на одной тест-системе получилось подтверждение, или там какой-то сомнительный результат, значит, идет подтверждение дальше. Ну, в этом данном случае, значит, подтверждение проходило некоторое время, но на сегодняшний день я уже сказал, что мы работаем в режиме повышенной готовности, и проведение мероприятия начинается при подозрении, регистрации вероятного, подчеркиваю, вероятного случая. Поэтому в данной ситуации были проведены мероприятия. Значит, вероятный случай пациент был госпитализирован, были выявлены ближайшие контакты, значит, за ними установлено медицинское наблюдение, они были также обследованы. Значит, ну, после подтверждения уже на других-то системах о том, что данные РНК вируса не обнаружено, соответственно, диагноз был отменен. 25 марта в обществе заговорили о том, что в Гомеле плюс два новых случая коронавируса. Как эксперты оценивают состояние пациента, которые вернулись недавно из Лондона и Парижа? Ну, значит, наверное, здесь немножко информация была искажена. Значит, понятно, что если приезжает скорая, это можно снять и вывесить все это в социальной сети, это можно по-разному интерпретировать. Значит, ну, в данной ситуации могу сказать, что вероятный случай был заподозрен у одного человека, пациента, который вернулся из-за рубежа. Значит, этот пациент был госпитализирован, проведено лабораторное обследование, значит, и также были проведены мероприятия в ближайшем круге появления, так называемого, первого уровня контакта и второго уровня. На сегодняшний день пациент госпитализирован в инфекционную больницу. Значит, состояние его оценивается средней тяжести, тяжести, и ничто его жизни не угрожает. То есть проводится необходимое... Он получает необходимое лечение, ну, и, соответственно, будет находиться под наблюдением медиков. По второму случаю была информация о том, что этот человек находился в контакте с заболевшим. Значит, в соответствии с правилами, которые существуют, значит, он подлежал изоляции для проведения лабораторного исследования. После проведения лабораторного исследования, значит, результат был отрицательный, поэтому диагноз у данного пациента не коронавирусная инфекция, а просто эспираторная инфекция. По понятным причинам, сегодня в обществе немало опасений по поводу тех, кто только что возвращается на родину и зарубежья. По какой схеме работают специалисты, и сможем ли мы обеспечить безопасность в этом плане? Система работы с лицами, которые возвращаются из рубежа, она, в принципе, определяется Министерством здравоохранения. На сегодняшний день алгоритм выглядит следующим образом. Все лица, граждане, которые возвращаются из-за рубежа, вне зависимости, относится ли эта страна к странам с распространением коронавирусной инфекции, я уже говорил, что таких на сегодняшний день 8, я еще потом их назову, значит, они подлежат самоизоляции на дому. Эта мера, в принципе, на сегодняшний день используется во всех странах. Она позволяет человеку комфортно быть у себя дома, иметь досуг, и, соответственно, в случае, если какие-то случаются осложнения со здоровьем, оперативно повестить медика для того, чтобы можно было медикам решить, что делать с данным человеком. Это касается всех. Отдельно идут те страны, в которые на сегодняшний день регистрируется коронавирусная инфекция, и в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения страны относятся к странам, где высокое распространение коронавирусной инфекции. Я их уже называл, еще раз повторюсь. Это Италия, Испания, Германия, Польша, Чехия, Южная Корея, Иран. Значит, эти страны на сегодняшний день, если человек из них возвращается, значит, при пересечении границы, значит, ему вручается памятка о самоизоляции и вручается анкета. Значит, соответственно, человек предупреждается о том, что он в обязательном порядке должен находиться на самоизоляции, и за ним будет установлено медицинское наблюдение. Информация передается в территориальную организацию здравоохранения, и в течение 14 дней, значит, он находится под медицинским наблюдением. Значит, если у данного человека, именно тех, кто вернулся из неблагополучных стран, появляются катаральные симптомы, температура, кашель, одышка, то такой в данной ситуации, на сегодняшний день в соответствии с документами Министерства здравоохранения, человек подлежит госпитализации в инфекционную больницу для проведения лабораторного отследования и медицинского наблюдения. Что касается граждан, которые приезжают из России, то здесь бы я хотел обратить внимание, что они обязаны на сегодняшний день, выходит постановление Совета Министров, они также будут находиться на изоляции, но без медицинского наблюдения. В то же время они должны оповестить медицинское учреждение, значит, в случае, если какие-то проблемы у них, я уже говорил, возникли со здоровьем в плане катаральных явлений, высокой температуры, кашля, о том, что они прибыли из России, и, значит, они также будут подлежать уже медицинскому наблюдению и будет решаться вопрос о дальнейших обследовании и госпитализации. И в завершение, Ярослав Николаевич, мы видим, что сегодня в раз повлиять на пандемию коронавируса не в силах ни одному государству. И все-таки, что в этой связи прямо сейчас может сделать каждый для личной безопасности и заботы о здоровье своих близких? Ну, первое, это я тоже обращаюсь ко всем, кто возвращается на сегодняшний день на родину, то, что мы говорили, особенно из неблагополучных стран, это самоизоляция. Для того, чтобы защитить свое здоровье, защитить здоровье своих близких и родных, значит, и если вдруг человек заболеет, для того, чтобы минимизировать риск передачи окружающим. Второе, это, в принципе, простые вещи, которые на сегодняшний день надо соблюдать. Значит, это, как мы называем, ну, правило чистых рук, потому что доказано, что вирус передается при касании грязными руками, слизистых оболочек, это глаз, значит, губ, носа. Поэтому мочи рук и вопросы антисептики, вот, которые устанавливаются, они, в принципе, предусмотрены, в первую очередь, для того, чтобы человек мог, даже если нет условий для воды или мыла, просто обработать руки антисептиком, с тем, чтобы не было такого контактного заражения. Второй момент, это респираторный этикет. Если человек чихает, кашляет, у него какие-то расстройства, то надо в обязательном порядке носовым платком с салфеткой прикрывать рот, для того, чтобы максимально защитить окружающих. Значит, ну, если человек больной, то, конечно, рекомендуется на сегодняшний день одевать и носить маску. Следующий момент, это соблюдение расстояния. То есть, в принципе, на сегодняшний день говорится о том, что полтора метра – это то расстояние, которое позволит, значит, предотвратить передачу вируса при близком контакте. И следующий момент, это, в принципе, я уже еще раз обращаю внимание, что если проблемы со здоровьем возникают, температура высокая, кашель, значит, насмерть, то не стоит ходить в поликлинику. Значит, необходимо вызвать медиков на дом. Значит, если это человек вернулся из-за рубежа, соответственно, обязательно в порядке предупредить, значит, для того, чтобы можно было в дальнейшем решить вопрос, значит, о его лечении, либо госпитализации, либо лечении на дому. Спасибо большое. Пожелаем всем нам здоровья. Ростлав Николаевич, благодарю за это интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо. Вы смотрите «Новости недели» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Перспективы развития потребительского рынка и новые задачи по поддержанию порядка на местах. В Гомеле на уходящей неделе прошло заседание Гомельского облсполкома. Среди предложений по развитию потребительского рынка, проведение сезонных мероприятий, таких как ярмарки, выставки и акции. Плюс вовлечение в хозяйственный оборот объектов торговли, которые не используются или используются неэффективно, сдавая в аренду или продавая их фермерским хозяйством, что, кстати, тоже поможет навести порядок на земле. В прошлом году практически все положения соответствующей программы были реализованы в Гомельской области. Посажено 165 тысяч деревьев и кустарников, что в 4,5 раза больше, чем в 2018-м. В населенных пунктах было снесено почти 2 тысячи старых домов, что позволило задействовать 850 гектаров земли. Плюс активная борьба с борщевиком Сосновского, площадь которого сократилась почти на 40%. Гомельская область присоединилась к республиканской акции «Неделя леса», которая проходит в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. В 13-й раз добровольцы занимаются массовой посадкой молодых деревьев и наведением порядка в зонах отдыха. Так, в Терюхском лесничестве руководство области высадило более 8 тысяч саженцев сосен и берез. Схема смешанного леса сделает посадку более устойчивой к болезням и вредителям. За последние два года от караеда в регионе пострадало более 10 тысяч гектаров леса. Еще около тысячи было повреждено после прошлогоднего урагана. В этом году всю территорию восстановят. В Гомельской области появится не менее 12,5 тысяч гектаров новых лесов. Более 9 тысяч уже заложено. Остальные 3,5 тысячи засадят в рамках «Недели леса». Нас критикуют то, что мы старые деревья срезаем. Да, их нужно срезать. На их место должны посадить вместо одного больше деревьев. И когда ко мне люди обращаются, части вот на промывальню обращались по парку, мы однозначно сегодня их поддержим для того, чтобы эти парковые зоны расширались. Вы видите, что даже взять по городу Гомелю, мы сегодня садим деревья, уже погода нам позволяет, и эта работа ведется. И мы призываем всех наших граждан участвовать в этом проекте, потому что каждый должен посадить свое дерево. Помощник президента Республики Беларусь инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел прямую телефонную линию и личный прием граждан в Жлобине. Он также обсудил эпидемиологическую ситуацию в этом районе с участием местных властей и медицинских работников. В настоящее время в исполнительном комитете создана специальная комиссия, которая должна выяснить к концу недели потребности почти тысячи одиноких и одинокопроживающих жителей района. Ожидается, что добровольцы из общественных организаций будут участвовать в доставке еды, медикаментов и предметов первой необходимости для них. Еще одна тема, на которую обратил внимание Юрий Шулейко, заключается в том, что в Жлобине больше внимания следует уделять наведению порядка, особенно во дворах. Об этом также говорили люди, которые звонили по прямой линии и приходили на личный прием. Также прозвучали просьбы касательно сокращения коммунальных платежей, помощи в трудоустройстве и оптимизации торговой сети. Легендарный «Х-фактор» в Гомеле. В областном общественно-культурном центре на неделе прошел предкастинг популярного во всем мире вокального шоу. В начале этого года белотелерадиокомпания стала обладателем прав на «Х-фактор» в Беларуси. С марта творческая группа медиахолдинга отправилась по крупным городам страны в поисках самых ярких, уверенных в своих силах и вокальных данных. Членам жюри уже было с кем сравнивать наших претендентов, но все ждали сюрпризов. Вы ведь ничем не рискуете, попадете, не попадете, ну так повеселитесь, сделайте так, чтобы мы вышли и сказали, ну ты помнишь тот 615-й? Это же вообще забыть нельзя. Вот я хочу не смочь вас забыть. Я вам очень этого желаю. А уж как вы достигнете, пробуйте. На предкастинг в Гомеле пришло не так много вокалистов, которые выступают на профессиональном уровне. Среди участников отбора студенты, учащиеся, мамы в декрете, инженеры, техники, программисты и хореографы, чьи вокальные данные, харизма и желание победить, покорили жюри проекта, мы узнаем ближе к лету. Увеличение выпуска нетканных материалов для производства одноразовых масок и защитной одежды, новые контракты и задачи. На уходящей неделе на светлогорском предприятии «Химболокно» побывал председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов. О том, как здесь работают в новых условиях, которые диктует мировая экономика, материал Марины Джалой. Полная загрузка мощности, работа в три смены, новые контракты и крупные заказы. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в мире сказалась в том числе на работе «Светлогорск» химволокна. Предприятию пришлось сократить производство невостребованной продукции и резко увеличить жизненно важной. Здесь четко понимают ответственность, которую теперь несут руководство и весь персонал. Осознание того, что мы сейчас помогаем сохранять жизни людей, то есть заставляет нас к этому относиться как-то по-новому и с большей ответственностью. Меньше стали выпускать полиэфирные нити из-за снизившегося спроса со стороны предприятий, которые, например, производят текстиль для мебели и автомобилей. Но объем нетканых материалов для одноразовых масок и защитной одежды, наоборот, увеличился. Традиционные сегменты применения нетканых материалов, такие как мебельный сегмент, немножко сокращаются ввиду того, что различные введенные карантинные мероприятия на территории европейских стран сокращается покупка конечными потребителями мебели, матрасов и других изделий для домашнего обихода, так как запрещено даже выходить на улицу. Но увеличиваются в это время заявки на производство материалов для спецодежды, одноразовой одежды, масок, бахил. В Беларуси производством нетканых материалов для изготовления масок и одноразовой одежды занимается только Светлогорск химволокно. За три недели марта на внутренний рынок было отгружено в 5-6 раз больше продукции, чем обычно. Около 60 тонн вместо 10. Значительные поставки и на экспорт. В настоящий момент порядка 400 тонн это наши поставки на медицинский рынок. Это главным образом экспорт. То, что касается рынка Беларуси, то 60-70 тонн в марте месяце были поставлены. Рекордные объемы сразу же для рынка Беларуси. Это очень много. Для выполнения всех договорных обязательств, которые компания имеет перед клиентами, потребуется около 4 месяцев круглосуточной работы. Кроме того, теперь можно смело занимать ниши, которые освободились из-за пандемии. Предприятие ориентировано на экспорт. Если, как говорится, просили одни рынки, нужно идти на другие. Искать клиентов, активно продвигать товары. И не забывать про белорусских потребителей. Мы можем даже за счет того, что внутренний рынок загрузим, повысить эффективность работы данного предприятия. Ведь смотрите, мы завозим сегодня на несколько десятков миллионов долларов продукции по профилю деятельности только Светлогорск-химволокно. Вот если бы даже вот эту всю продукцию по импорту заместить той продукцией, которую выпускают на химволокно, мы смогли бы на 20% пунктов снизить объем экспорта, если вдруг нас не примут на рынках традиционного экспорта. Всего в этом месяце компания подписала более двух десятков новых контрактов. Первая партия дублированных нетканых материалов была отправлена в Китай. География экспорта насчитывает около 30 стран, на которые приходится около 70% продукции Светлогорск-химволокна. В их числе Польша, Германия, Франция, Италия. Марина Джала, Игорь Морищенко. Новости недели из Светлогорска. И на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин